Привет всем чуваки, с вами Хомиш и сегодня я бы хотел немножко поговорить о выходе на земки в Тандере и о спорах, ссорах, разборках и тому прочему по поводу World of Tanks и вот War Thunder мол, у людей подгорает, War Thunder лучше, World of Tanks хуже, World of Tanks забирает нервы, Тандер приятный и тому прочее, я не могу с этим поспорить, потому что действительно танки забирают нервы и танки просто, ну, очень сильно их забирают, орешь на олене, бесит то, что идут сливы, не хочется играть, а в Тандер заходишь, расслабляешься, да, в этом есть большая разница, но в принципе Wargaming сами виноваты в том, что получается с игрой такая фигня и их это устраивает, поэтому с этим ничего не поделать, как бы, это будет и всегда, то есть было, есть и будет, но танки в любом случае родные, вот, правда же, да, мы все знаем эти механики засвета, бортование, блин, танкование, точнее бортом, все эти углы, там, всю эту фигню, это все же настолько родное, мы это наизусть все же выучили просто, то есть танки, они уже родные, прям приятные, родные, в них, ты все знаешь в них, это как, я не знаю, что, ты как, блин, девушка, с которой ты несколько лет уже провстречался, ты все о ней знаешь, да, ну, чего-нибудь такого плана, ну, а Тандер что, да, выходит игра, хороший графон, Тандер, он совершенно другая игра, во-первых, это не танки, это абсолютно другая игра, да, у них там появляется наземка, но это же не World of Tanks, тут летают самолеты, тут огромные карты, тут нет ХП, тут нет механики засвета и того прочего, здесь совсем все по-другому, как можно вообще эти проекты сравнивать? Я считаю, что это глупо, нужно играть и в то, и в другое, не хотите играть в Тандер, играйте в танки, все, зачем обсирать другой проект? Зачем обсирать, если ты ушел в Тандер с танка в танки, или зачем, будучи в танках, обсирать Тандер? Тандер, это отдельный проект, за что его судить, что они сделали, ничего они никому не сделали, они делают свой проект, никому не мешают, их все устраивает, и у них есть там свои уже игроки, которые никуда не уйдут с Тандера, потому что там ребята стараются следить за историчностью, ну, и вообще, в принципе, слушают мнение фанатов, там прочее. Варгейминге уже, в большей мере, забыли про мнение фанатов, это, конечно, грустно, но, блин, клиентов у варгеймингов в миллион раз больше, ну, точнее, игроков. Ну, хотя клиентов, игроков, какая разница, по сути, игроки это клиенты, просто кто-то донатит, кто-то нет, ну, рано или поздно придется задонатить. Кстати говоря, в Тандере нет такого, прям, такой зависимости от доната, но это не главное. В принципе, если так сравнивать Тандеры и World of Tanks, то это как Disciples и Герои. Игры очень похожие, но очень сильно отличаются. И это глупо их просто сравнивать, это абсолютно разные игры. И, я не знаю, это как спорить, я не могу, примерно, чуть-чуть привести, то, что я вот прям смог привести, это Disciples и Герои. Глупо сравнивать, в общем, два разных проекта. Это не одно и то же. Можно сравнивать Граунд Вар Танкс с этим, ну, Граунд Вар Онлайн, а с World of Tanks, потому что Граунд Вар Онлайн это просто прямой закос под World of Tanks. Но Тандер это же не прямой закос под World of Tanks, это абсолютно другая игра. В общем, ребят, мое мнение вы поняли, глупо. Это вот спорить в комментариях. Надеюсь, кто-нибудь меня услышит. Это реально глупо, ребят. Хотите, играйте в World of Tanks, хотите, играйте в World of Tanks. Ну, а так, наслаждайтесь скриншотами. С вами был Хомиш. Спасибо вам за просмотр. Хотите, подписывайтесь на лайв-канал, хотите, не подписывайтесь. Если согласны с моим мнением, ставьте лайки. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok